Если смерть с косой придет и потребует либо тебя, либо любимого, кого ты выберешь? Любимого? Любимого? Пусть забирает мужа. Мужа? Конечно его, я ему и доплачу. Мужа? Мужа. Почему? Зачем мне умирать, если можно отдать его? Вот вам, пожалуйста, глубина падения. Вот вам и нравы всей этой натовской шоблы. 20 лет женщин обрабатывали пропагандой вот этой вот западной, и теперь они вообще ничего не знают о чистой и жертвенной любви. А наши воронежские женщины не такие, я уверен. И я вам сейчас это докажу. Представим ситуацию, чисто гипотетически. К вам в дом приходит смерть и спрашивают. Я забираю либо вас, либо вашего любимого человека. Что бы вы выбрали? Меня. Спасибо. Почему так? Ну, потому что мне уже будет все равно, если меня самой не станет. А он сможет продолжить свою жизнь, как бы, ну, себя не жалко. Очень благородный человек. У меня нет любимого человека. Ну, гипотетически, если бы. Ну, меня. Почему так? Ну, не знаю, чтобы жили люди. Если я отвечу любимого человека, муж меня выселит. Поэтому отвечу себя. Вот, правильно. Спасибо большое. У меня. Почему? Потому что люблю своего любимого человека. Больше, чем себе. Да. Я бы ответила, если честно, себя. А почему? Ну, потому что я его люблю, если. То это пусть он, пусть его жизнь. Пусть он моей жизнью попользуется. А я, я уйду в мир иной. Как Господу угодно. Если бы смерть с косой вошла в наш дом и спросила, забираю вас или вашего любимого человека, что бы вы ответили? Забираю себя. Почему так? Ну, типа, любимый человек, он для этого и есть любимый, чтобы его любить и не отдавать никому. Наверное, себя. Почему? Ну, не знаю. Просто, мне кажется, если ты любишь человека, нужно, чтобы он жил, можно пожертвовать собой. Знаете, у меня есть одно правило в жизни. Если нет правильного варианта, как я считаю, морального выбора, я делаю что-то третье. Так что, скорее всего, я бы убил смерть, и начал убить или что-то еще с ней делать. То есть, я не стал бы убирать. А первая же мысль, вот чем попробовали бы убить смерть? Как? Ее же косой, наверное, не знаю. Неплохо. Вот русский дух. Спасибо. Вот видите? Вот видите? Вот видите?